Всем привет! Меня зовут Марк Сдвигов. Сейчас я вам покажу, как в джине размечать песни. Мы это делаем на первом занятии в школе, в Московской школе радио и телевидения. Откроем джин. Если у вас уже здесь есть деморасписание, можно его удалить. Удалить его можно как? Вот так. Удалить все блоки и согласиться. Либо нам, в принципе, он сейчас не нужен. Мы зайдем в место, где хранится наша музыка. Вот она у нас тут, музыка. Все тут просто. Здесь место, где находятся песни. Здесь фильтр для того, чтобы искать. Hold on. Вот видите. Здесь можно сортировать по длительности, по названию, по артисту и так далее. Как видите, все песни у нас не размечены. Не размечены совсем. Слушаем. Выделяем песню. И можно выберем какую-нибудь путь. Более такую... С возможностью показать, что такое старт-дейс, старт-нэк. Вот это, например. Эмили Сандры. Правой кнопкой мыши. Свойства. Откроется карточка песни, где есть название. Если у вас нет названия здесь, вы его вписываете. Исполнители и так далее. В комментариях можно написать что-либо о песне. Или об артисте. Здесь информация будет храниться всегда. То есть, если я напишу сюда еще текст какой-нибудь. Разница какой. Он останется в этом разделе. Но нам важно сейчас разметку. Открываем разметку. Вот она у нас открылась. Можно сделать пошире. Как видите, здесь хвост. И вначале что-то есть. Скроллом я делаю масштаб. Туда, 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 сюда, туда, сюда. Вот. Здесь есть панель меток. Меток. Start, Start Days, Start Next и Stop. Start это вот эта вот красная полоска. Start Days это синенький флажочек впереди. У нас есть вот такой замечательный маркер. Курсор. Куда кликнем. Куда он установится. Если двойной раз. Одинарный остановится. Ну и он нам поможет в том, чтобы устанавливать параметры. Смотрите. Этот промежуток от сюда, вот отсюда, досюда, желательно, чтобы не звучал в эфире. Но не звучал не совсем, а чтобы накладывался на другую песню. Здесь же мы поставим Start Days. То есть это метка старта этой песни относительно метки Start Next другой песни. В плейлисте. Вот мы ее поставили. Каждый параметр можно послушать. Видите, как ровненько. Или бы сбросить. Вот. Вернемся. Поставим. И Start Next. Смотрите, какой у нас длинный хвост здесь. Обычно такие вещи укорачиваю. Укорачиваю. Вот это место будет замечательным для того, чтобы оно было Start Next. Соединялся старт из следующей песни. Ставим метку. Остается вот этот хвост, который тоже будет звучать, но он будет звучать, как шум на другой песне. Мы его укоротим. Как его можно укоротить? Давайте сделаем вот здесь вот так вот. Переключить режим отображения сигнала граммы. Чтобы все наши действия отображались. Например, я Stop сюда подвину. Нажал сигналы грамму. И его теперь не видно. Укоротить. Двигаем Stop. И чтобы смягчить сигнал звука, наклоняем вот эту вот точечку. То же самое можно сделать, если поставить сюда красный. Наш красный маркер. И нажать Fade Out. То есть это затухание. Если вам кажется очень длинным, чуть-чуть еще подвинем Stop. Вот вышло. Можно вот это сделать. И там уже пошла другая песня, либо Jungle. Как бы все. Теперь смотрите. Нажимаем OK. Наш трек. Есть. С разметкой. Теперь я бы еще поставил здесь интро в этом треке. Свойства. Можно на самом деле не закрывать было сразу. И находим интро. Интро никак не связано со Stardace. Stardace это совсем другое. Интро это место музыкальное. Место до слов артистки. Вот здесь поставим. То есть мы здесь что-то можем говорить. Это приблизительно у нас... Станк секунду. Ставим интро. То есть вот это время будет отображаться потом в флористе. Как подсказка, что вот здесь мы можем что-то говорить. Говорить, сказали, объявили песню, и она начала петь. Замечательно, по-моему. Окей. Вот и все. Смотрите, как это будет выглядеть. Перекидываю в плеер. И вот у нас эта метка. Вот здесь будет обратный отсчет интро. А вот эта вот метка. Start next. Но это уже в другом уроке. Спасибо за внимание. Ваш Марк Сдвигов. Приходите в школу радио. Не пожалеете. Ссылка на архив будет внизу под видео. Пароль не всем даю. Только студентам. На связи.